Лазарус – это экспедиция, рассчитанная на группу численностью от 3 до 5 игроков, преодолевших отметку в 60-й уровень прокачки персонажа. Вход в подземелье находится в локации Реквота, на северо-востоке от города. Для попадания внутрь открывающему игроку понадобится специальный ключ под названием Лазарус Тёнинг Корп, а также еще два участника группы поблизости. Внутри Лазаруса обитают представители биома древних, или же Эншенс в оригинале. Они имеют повышенное сопротивление рубящему и огненному урону, и при этом крайне уязвимы для стрелковых атак, урона светом и пустотой. Архитектура данжа является довольно линейной, и выглядит следующим образом. На нашем пути встретятся несколько этажей с именными элитными мобами, три несложные ловушки, а также два основных босса подземелья, а именно Цилла и финальный босс Чардис. Попав внутрь Инста, начинаем движение в сторону моста, где пробиваемся через охрану и продвигаемся к первой ловушке. Активируя расположенные на полу печати, мы открываем первый портал с лезущими из него супостатами. Успешно отбив нападение, мы вновь активируем руны. запечатывающие первые, но отворяющие вторые ворота. А после успешного отбития волн из второго портала, нам открывается проход к первой точке респа и наградному сундуку. Субтитры создавал DimaTorzok В следующем за ними коридоре необходимо активировать расположенный справа механизм, открывающий следующий уровень подземелья, откуда незамедлительно попрут новые волны недоброжелателей. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец, мы приближаемся к этажу с первым полноценным боссом, Цилой, который дает нам установку сперва зачистить подходы к ней и лишь после этого беспокоить саму госпожу. Один из участников группы может сразу же бежать и брать квест от нее, дабы не тратить дополнительное время. Ведь новые мобы зареспятся в тех же точках, где стоит предыдущий эшелон обороны. После активации квеста появится руководитель новой группировки, который находится вблизи прохода к следующему фрагменту данжа. Здесь нужно быть внимательным, ведь его заклинания могут ваншотнуть тонких ДДшников. Поэтому внимательно следим за его телодвижениями и своевременно стрейфимся от его кастов. Затем мы пробираемся в соседнюю комнату, где нас ожидает засада. Двери за нашими спинами запечатываются, и мы не сможем покинуть этот могильник, пока полностью не зачистим его и не активируем руны настоящей здесь стели. Субтитры создавал DimaTorzok И вот, наконец, мы можем возвратиться к циле и вступить в противоборство с первым именным боссом Лазаруса. Стратегия ее убийства не особо замысловата. В окружающих нас проемах в полу периодически образуются сферы, которые нужно сбивать, поскольку спустя некоторое время после их появления в эту точку направится сам босс. И если эти сферы будут стоять, то она получит очень сильный баф. Также циле бросается копьями, стоящих в отдалении хилов, норовя сбросить их с обрыва, а также бьет хвостом и стреляет мощными потоками энергии перед собой. Субтитры создавал DimaTorzok После ее убийства лутаем второй сундук и посредством телепорта направляемся к следующему участку инста. Здесь нас будет ожидать очередная ловушка, состоящая из трех комнат. Каждой из них необходимо активировать на полную плиту, после чего между комнатами закроются ворота, и все находящиеся в них будут подвержены нападению. Задача довольно простая. Пати необходимо выжить на протяжении двух минут. После успешного отбития волн в боковых комнатах, ворота, разделяющие их с центральной комнаты, рушатся, и находящиеся в них товарищи могут ринуться на подмогу центральному игроку. В некоем идеале здесь происходит разбитие по типу 2-1-2, где боевой единицей центра становится танк, а остальная часть группы делится поровну и распределяется между боковыми комнатами. Продолжение следует... Успешно отбив все волны нападения, лутаем третий сундук, и за очередным поворотом натыкаемся на засаду из двух именных элиток и небольшого числа мелочи. Продолжение следует... Активируем ворота с помощью Тир-5 посоха и пробегаем через мост к последней ловушке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здесь нам вновь потребуется убить несколько волн мобов, после чего мы добираемся до последнего охранника. Отделяющего нас от финального босса Лазаруса. Активируем ворота Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добравшись наконец до Чардиса, мы сможем убедиться в его абсолютной беспомощности. Этот каос на глиняных ногах в простонародье именуется не иначе как манекен, и его фазы имеют несколько основных этапов. Сперва появляются две сферы по бокам, которые нужно разрушить и поставить их в специальные выемки в полу, после чего необходимо встать к нему вплотную и заливать дамаг в упор, до тех пор, пока он не пустит свой луч в одного из игроков. Находящийся под лучом сопартиец должен немедленно бежать к установленной сфере, в результате чего босс падает без сил и в него заливается максимальный урон, поскольку во время падения он начинает получать почти на 500% больше урона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подбираем лут с поверженного врага, телепортируемся и лутаем последний сундук. Что ж, друзья, вот мы с вами и разобрались, что из себя представляет экспедиция Лазарус. Не забудьте поддержать данное видео своей активностью, вступайте в наше Дискорд-сообщество и увидимся уже совсем скоро. Заранее благодарю за вашу активность, проявленный интерес и, не прощаясь, говорю до новых встреч!